22-я школа особенная. Ей уже более 40 лет, и в ней учатся дети из микрорайона КВХ и всех соседних деревень. В этом образовательном учреждении ребята проводят немало времени, занимаясь разнообразными проектами. Здесь утверждаются принципы самоопределения, гласности, индивидуальной и коллективной работы. Все это школьники и должны показать в ходе межведовственного мероприятия, на которое приглашены специалисты из Управления образования администрации и правоохранительных органов. Раз уж речь идет о правах и обязанностях. Классный час в восьмом А посвящен именно этому. Права, обязанности и ответственность подростков. Проходит занятие в форме психологического тренинга. Что ты можешь рассказать о себе и о своих друзьях? Где та грань, которая помогает человеку занимать достойное место в обществе? Можно ли этому научить? Воспитание идет каждую минуту, я бы сказала. А дети не знают, что такое хорошо и что такое плохо. Вот они же это знают, они это чувствуют. Вы думаете, они это чувствуют? Я думаю, что сейчас очень сместились все эти рамки. Поэтому все-таки родитель дает тот вектор и то направление, что такое хорошо, что такое плохо. Вопрос кажется простейший. Представление о добре и справедливости дается нам от рождения или это долгий воспитательный процесс? Наверное, и то, и другое. И очень важно объяснить ребенку, как выбрать правильное направление. У меня основной упор это на развитие личности. Чтобы они понимали, кто они, что они, что они хотят, зачем они сюда пришли. Потому что им кажется, что вся жизнь, вот сейчас школу бы закончить. А мы им даем, не на моих занятиях, мы им даем толчок в будущее. А вот в четвертом Б свой урок «Я и мои права» начинается с песни о друзьях и дружбе. Пусть повсюду звучит, только радостный снег. Пусть на слов станет песня, понятен для всех. Настроение хорошее, да и задание кажется простым. Выписать права и обязанности на эти желтые лепестки и прикрепить к солнцу. Тут и право на труд, и право на семью, и на жилище, и даже право на счастье. А вот право на образование перекочевало почему-то у всех в обязанности. Это, конечно, небольшая ошибка, и со временем она сама отпадет. А пока надо разобраться, что такое хорошо и что такое плохо. Хорошо, например, это когда хорошие оценки получаешь. Плохо – это когда ты старших не уважаешь. Хорошо – это когда ты совершаешь для кого-то хорошие поступки. И вот какие совершаешь? Я помогаю маме по дому. Стыдно за то, что ты получил два или кого-то обозвал. Так, и чего чаще у нас в жизни больше? Хорошего или плохого? Хорошего. Так и определяется твое представление о справедливости, о законности, без которой, кстати, не может быть справедливости, твоих прав и, конечно же, обязанностей. Это и есть правовое самосознание школьников. И не только их. Сергей Берзин, Олег Степанов, информационная программа «День». Олег Степанов, информационная программа «День». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова